Рыбное место. За один день сразу двое жителей Солигорского района попали с незаконным уловом. Об этом и о многом другом смотрите в ближайшие 10 минут. В прошлом году на принудительное лечение от алкогольной зависимости в лечебно-трудовые профилактории были направлены 110 жителей Солигорского района. Эта профилактическая работа продолжилась и в наступившем году. С 30 января по 23 февраля в Минской области проходит комплекс дополнительных мер по повышению уровня индивидуальной профилактики правонарушений. Говоря простым языком, в течение этого месяца сотрудники милиции уделят пристальное внимание профилактике пьянства, предупреждению особо тяжких и тяжких преступлений, в том числе в сфере семейно-бытовых отношений. Его проведение инициировано Управлением внутренних дел области и связано с всплеском уголовных преступлений в январе 15-го, в том числе тяжких в сфере семейно-бытовых отношений. Будут посещаться по месту жительства граждане, состоящие у нас на учете профилактическом. Именно по линии ОПП это 109 человек. Кроме этого будут посещаться семьи, находящиеся в социально опасном положении. Лица обязанные возмещать расходы и естественно лица, состоящие в уголовной исполнительной инспекции на учете. Помимо этого будет далее проводиться работа по направлению лиц в ЛТП и посещаться квартиры, находящиеся под званием притон. Это будут делать сотрудники патрульно-постовой службы. Это все будет проходить в комплексе. Помимо этого будут проводиться еженедельные рейдовые мероприятия на выявление фактов незаконного самогоноварения, продажи самогона и его хранения. Одной из мер в рамках этого комплекса стали слушания по делу о направлении в ЛТП троих солигарчан. Валентина Аркадьевна нигде не работает. В течение года женщина не раз привлекалась к административной ответственности за правонарушение, совершенное в алкогольном опьянении. На нее неоднократно поступали жалобы соседей. Валентина Аркадьевна, находясь в нетрезвом виде, после потребления спиртных напитков, ходит из квартиры в подъезд, выражается инцидуальное брание, стучит в двери как к соседям, так и по стенам, своим поведением нарушает общественный порядок. Мной неоднократно предупреждалась о недопустимости подобного поведения. Итог – пребывание в лечебно-трудовом профилакторе в течение 12 месяцев. Может, по истечении этого срока женщина пересмотрит свое отношение к алкоголю и ругань с соседями. Второй кандидат на отправку – 29-летний парень, хотя ввиду злоупотребления алкоголем выглядит он старше. ЛТП – возможность спасти человека от дальнейшего разрушения и бесперспективной жизни, и он вовсе не против такой меры. Парень нигде не работает, а спиртное употребляет на вырученное от сбора металла на свалке деньги. – Он употребляет спиртными напитками в направлении ЛТП, спасаем человеку жизнь. – Привлекался к административной ответственности? – Да, естественно, привлекался к административной ответственности на почве употребления алкоголем. – С кем проживает? – Проживает с братьями в доме, но нигде не зарегистрировано. В настоящее время решаем вопрос по прописке и изготовлению паспорта. Комиссии уже пройдены, и он также отправляется в лечебно-трудовой профилакторий на год. А у этого мужчины совсем недавно был шанс изменить свою жизнь – взяться за ум, не прибегая к вынужденной мере отправки в ЛТП. Но свой шанс, данный ему в ноябре 2014-го, он не использовал. – Я не согласен ехать в ЛТП. – А куда вы согласны ехать? – В дом. – Так вы же злоупотребляетесь спиртными напитками дома. – Почему не работаете нельзя? – Потому что пенсионер. – Пенсионер? – Да. – Потому что на пенсии нужно злоупотреблять спиртными напитками? – Да. – Ну, можно. – И совершать правонарушение в состоянии алкогольного пенения? – Во всех рассмотренных случаях, подоплекая социальному поведению, совершаемым правонарушением, постоянным контролем милиции стал алкоголь, его злоупотребление. Снисхождения в отношении таких людей не будет. И если они сами не осознают и не желают менять свою жизнь в положительную сторону, за них это сделают правоохранители. И, как показывает практика, после вынужденного лечения многие все же становятся на пути справления, трудоустраиваются, возвращаются к нормальной жизни, а соседям и близким людям больше не страшно находиться с ними рядом. Антинаркотические поправки в Уголовный кодекс вступили в силу в Беларуси с 4 февраля. Новая формулировка значительно сужает возможности наркодельцов по изготовлению якобы легальных версий, запрещенных к обороту веществ. Подробнее об этом далее. Теперь минимальный возраст, с которого наступает ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, снижен с 16 до 14 лет, а максимальное наказание увеличено, лишить свободы за нарушение могут на 25 лет. Введено большой перечень действий, которые позволят противодействовать продаже наркотических спектротных веществ посредством сети интернет. Также не только Министерство будет МВД внутренних дел контролировать данную ситуацию, а также Министерство связи и другие ведомства, которые будут смотреть за то, чтобы интернет обратно превратился не в магазин для попалитения наркотиков, а именно в информационный ресурс. Кроме того, поправки изменяют и статью 328 Уголовного кодекса, которая в новом варианте предусматривает наказание и за продажу или передачу наркотика заведомо несовершеннолетнему. За такие действия виновный может получить до 15 лет лишения свободы. В прошлом году сотрудниками Солигорского отдела выявлено 133 преступления в сфере незаконного оборота наркотических веществ. Основные каналы поставок наркотических средств на территорию региона – это город Минск, откуда поступают психотропные вещества в виде порошков, курительных смесей, спайсов. Бобруйск – это, соответственно, метадон. Больше десятка человек задержано. Очень расширился за прошлый год список изъятых наркотических психотропных веществ. И метамфетамин, и альфа-ПВП, и все. А если сравнивать, что какие изымались курительные смеси и миксы, так там язык сломается, называть как их правильно. В этом году также уже имеются выявленные преступления. За первый месяц 2015 года в районе выявлено 11 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, пять из которых относятся к категории тяжких, связанные со сбытом. Три человека привлечены к ответственности по декрету номер один. У них изъято более 20 килограмм мака. Легальных смесей на территории страны нет. Все курительные смеси, все порошки и другого рода психотропные вещества, которыми по результату проведения экспертизы установлено наличие психотропа, соответственно, лица будут подвергаться ответственности согласно действующему законодательству. Таким образом, все незаконные действия, о которых шла речь в сюжете, отныне будут являться особо тяжкими преступлениями. 21 января сотрудниками Солигорской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира в ходе рейда совместно с Минской областной инспекцией на одном и том же месте с разницей буквально в несколько часов были задержаны с поличным двое жителей Солигорского района. Сначала инспекторами был задержан 47-летний житель деревни Дубица. Мужчина вблизи деревни Новый Рожен при помощи лескового подъемника, в народе называемого пауком, выловил из реки Морочь около 11 килограмм различной рыбы, всего более 120 осовей. Согласно ТАКС, для определения возмещения вреда браконьер причинил вред окружающей среде своими действиями чуть более чем на 25 миллионов рублей. Правоохранителями у браконьера были изъяты орудия лова и незаконная добыча. А через несколько часов на этом же самом месте инспекторы задержали еще одного нарушителя – 30-летнего жителя деревни Вейна, который при точно таких же обстоятельствах, что и первый мужчина, незаконно добыл 116 особей различной рыбы. Общий вес улова также примерно 11 килограмм, а ущерб, причиненный окружающей среде – более 29 миллионов рублей. На обоих задержанных возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 281 Уголовного кодекса «Незаконная добыча рыбы или водных животных, повлекшее причинение ущерба в особо крупном размере». 4 февраля в милицию обратилась обеспокоенная солигарчанка. Вернувшись из магазина, куда женщина отлучалась ненадолго, она не застала дома своих детей. Примерно в 11 часов утра ее старший сын, которому 9 лет, взял своего двухлетнего братика покататься на санках. В 15 часов малышей все еще не было дома. Сначала родители и другие родственники сами попытались найти детей, обходя все ближайшие дворы, пытаясь по следу санок понять, в какую сторону отправились мальчики. Результата не было, и родители обратились за помощью в милицию. Правоохранители начали обследовать улицы и дворы Солигорска, прочувствовать все места, куда могли пойти кататься на санках дети. Снега в городе немного, и тащить санки, на которых сидит двухлетний ребенок, 9-летнему мальчику должно было быть не так легко. Но мы все же съездили, и на гору, которую солигарчане прозвали Юстиковой, следы санок и детские следы там были, но малышей не было. На улицах стало темнеть, что нисколько не облегчало задачу правоохранителя, а дети так и не появились ни дома, ни у бабушки. Ребят все же нашли. Около 19 часов вечера они гуляли на территории 11-й школы. Правоохранители доставили их уже всерьез обеспокоившимся родителям. «Мы не показываем в программе детей по этическим причинам. Напоследок хочется сказать, если вдруг вы видите детей, которые находятся без родителей на улице, в парке, наберите 102 и сообщите. Вдруг они ушли из дома и их ищут». Потому что эта ситуация показала, что ни один человек, на пути которого встретились эти малыши, не сделал этого. А сотрудники милиции и родители искали просто наугад. Хорошо, что все закончилось хорошо. И здоровью ребят ничто не угрожает. Статистика оперативных сводок. На этой неделе в дежурную часть Солигорска поступило более 220 сообщений от населения, из которых около 30 о преступлениях. Правоохранителями возбуждено 12 уголовных дел, из которых 7 уже раскрыто. В районе скончались 11 человек. Задержаны три водителя в состоянии алкогольного опьянения. В милицию за различные административные правонарушения, а также по подозрению в совершении преступлений, были доставлены 47 человек. Мы благодарим оперативно-дежурную службу за предоставленные нам данные. На этом у меня все. Мы продолжаем следить за оперативной обстановкой в регионе и информировать вас о происходящем. Новые факты, новые подробности и статистика правонарушений уже через неделю. Будьте бдительны и внимательны. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова